Друзья, приветствую всех на своем канале Одесса, 29 мая. Сейчас многие новостные издания, новостные сайты пестрят информацией о том, что Путин умер. Также об этом сообщают британские СМИ, якобы подтверждая свои слова британской разведкой. Сообщается о том, что Путин мертв, по их словам, его место занял двойник. Ссылаясь на данные разведки, журналисты предполагают, что смерть Путина, его окружение будет пока скрывать, но уже готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови. Также есть информация, что по словам инсайдеров в Кремле, в случае кончины президента Российской Федерации будут умалчивать эту информацию месяцами и использовать на публике двойников лидера России для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти. Разведчики не исключают, что обнародование данных о смерти Владимира Путина может привести к перевороту страны и нежеланию российских военнослужащих продолжать полномасштабную войну в Украине. Не знаю, насколько правдивы данные слухи, насколько правдива данная информация. Хочу сказать от себя лично, что двумя неделями ранее, может неделю назад, ходила информация о том, что Путин собирается делать операцию, собирается ложиться под нож. Так вот, что я хочу сказать от себя, что не каждая операция проходит успешно. Я не знаю, чем именно он был болен и на какую именно операцию собирается ложиться, но в его возрасте многие не переносят наркоз, то есть из наркоза можно не выйти, сердце может остановиться, либо операцию как-то провели не совсем успешно. Поэтому вполне возможно, что слухи действительно правдивы и возможно, что Путин действительно умер. Но, опять же, я же говорю, тут такая ситуация, что однозначно сказать нельзя. И правильно сообщают, что даже если Путин умрет, то его место займут двойники. И это все будет бесконечная история. Вот такая информация, друзья. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok